Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 июля, день Зосима, назван в честь святого мученика Зосиме воина. За отказ поклониться ложным богам был подвешен к дереву и нещадно бит. В это время с небес раздался голос, который слышали все вокруг. Мужайся, Зосима, ибо я с тобой, и ничто тебя не одолеет. Мучители хотели сжечь мученика. На раскаленный одр положили на гимн святого трастотерпца. Зосима сотворил крестное знамение, взошел на одр, и тотчас же Господь притворил огонь в росу. Согласно древним поверьям, этот день был самым жарким в году. Сегодня начинали косить сено и заготавливать его для домашнего скота. Начинали сегодня и качать пчелиный мед. Наши предки очень почитали пчелу, считали ее угодницей божьей. Помимо меда, пчела дает воск для свечей и другие полезные продукты. Считалось, что пчела способна ужалить только грешного человека. С наступлением летнего зноя, пчелы наиболее активно трудятся над сбором меда, так называемого главного взятка. В народном календаре существует несколько дней зосимы, и все они тесно связаны с пчелами, так как зосима считался их покровителем. Пчельники старались до этого дня не беспокоить пчел и приговаривали. Рой гуди в поля лети, с полей возвращайся, улик медом наполняйся. Для покровительства зосимы в землю вкапывали кувшин с медовухой, так его задабривали. Сегодня старались помолиться и святому Иову, который помогал избавиться от наговоров и несправедливой обиды. Приметы. Если пчелы сжали от излятца к засухе, если пчелы сегодня вялые, будет похолодание. Пчелы спешат спрятаться в улик, будет дождь. Питьевой режим. У нас существует чувство жажды. Вот это чувство жажды как раз и подсказывает. Захотели пить? Выпили. Если не захотелось пить, значит не надо согласно каким-то там нормам вливать в себя вот эту жидкость. Вот сказали, вот столько там граммов жидкости надо там на килограмм веса тела. Или вообще 2 литра воды надо в течение дня выпивать. У меня вес 100 килограмм, я 2 литра воды могу выпить запросто. У человека 50 килограмм веса, и он этими двумя литрами зальется. И у человека 150 килограмм веса, ему это 2 литра высушит его. Ну вот так вот как-то. 29-е лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияет на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нарушение, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще, еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во все. Что касается очистительных процедур, там можно промыть лобные и каймеровые пазуки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!